Терапевтический ангиогенез, инновационный метод в лечении ишемии ног на фоне атеросклероза, стимулирует рост артерий в нижних конечностях, увеличивает дистанцию безболевой ходьбы. Без операции. В медико-хирургическом центре Ангиомед проезд Нижний 8-1. В Восточном Казахстане ухудшились показатели младенческой смертности по сравнению с прошлым годом, заявил секретарь Усть-Каменогорского городского маслехата Александр Светыш. Как выяснилось с начала года, в Восточном Казахстане зафиксировано два случая материнской смертности. В прошлом году таких случаев было четыре. Эти показатели превышают республиканские. За 2017 год показатель материнской смертности составил 18 на 100 тысяч живородящих. Это выше республиканского на 6,5. Показатель младенческой смертности в прошлом году составил 7,3 на 100 тысяч живорожденных. За 2016 год – 9, за первый квартал текущего года – 9,5. Систему лизинга медицинской техники планируется развивать в регионах Казахстана, сообщил министр здравоохранения республики Илжан Бертанов. В рамках государственно-частного партнерства на приобретение медицинской техники на 2017-2018 годы в Карагандинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атараусской областях заключено 16 договоров на сумму 5,5 миллиардов тенге. В текущем году находится в работе 21 проект государственно-частного партнерства на общую сумму 18 миллиардов тенге. За период с 2016 по 2018 годы реализован 241 лизинговый проект на сумму 4,9 миллиарда тенге, уточнил министр. По информации главы ведомства, на сегодняшний день за счет уставного капитала закуплено 688 единиц медицинской техники на общую сумму 12 миллиардов 700 миллионов тенге. 145 миллионов тенге возмещено в казахстанский бюджет после выявления нарушения по использованию медицинской техники, сообщил министр здравоохранения республики Илжан Бертанов. В целях анализа эффективности использования медицинской техники поэтапно проводилась проверка техники, закупленной с 2012 по 2016 годы. Предметом анализа стала техника стоимостью более 5 миллионов тенге. Материалы по итогам аудита переданы в счетный комитет, далее в правоохранительные органы. В настоящее время начаты досудебные расследования. Возмещен ущерб в бюджет в размере 145 миллионов, сообщил Бертанов. По его словам, местными исполнительными органами было отремонтировано и перераспределено 40 единиц простаивающего оборудования на общую сумму 1,8 миллиарда миллионов тенге. Американские ученые предложили эффективный способ борьбы с раком печени. Им удалось совместить два терапевтических метода для получения действенного комплекса лечения заболевания. Известно, что рак печени – тяжелое заболевание, слабо поддающееся лечению. Согласно статистике, число страдающих им людей, погибающих в течение пяти лет после постановки диагноза, превышает 82%. В ходе эксперимента исследователями была выращена культура раковых клеток, которая затем подверглась извлечению фермента гексокиназы, ответственного за усвоение гликозы. Однако результат такого воздействия оказался минимальным. На втором этапе ученые применили обработку клеток опухоли метформином, препаратом, действие которого направлено на снижение уровня сахара у больных диабетом. Сочетание двух методов позволило добиться значительных успехов, проявившихся в замедлении роста опухолей и гибели большей части клеток рака. Всем известная овсяная каша на протяжении многих лет считается идеальным завтраком, исключительно полезным и энергетически ценным. Однако, согласно недавним исследованиям ученых, Выяснилось негативное влияние овсянки на человеческие организмы из-за содержащихся в ней фитиновых кислот. Как сообщает Виста-Ньюз, ученые обнаружили целый спектр отрицательного воздействия этих веществ. Затормаживается процесс пробуждения, проявляются заболевания опорно-двигательного аппарата. За счет влияния на пищеварительную систему замедляется всасывание стенками кишечника, содержащегося в пище кальция. Правильный завтрак, по мнению экспертов, состоит из яиц или куриного мяса. Овсянку рекомендовано употреблять в дневное время, как ценный источник клетчатки, необходимый для работы желудочно-кишечного тракта, чередуя ее с кукурузой, гречневой или пшенной кашей. Высокоточная ультразвуковая диагностика атеросклероза и варикоза. Избавьте себя от риска инсульта, инфаркта и тромбоза. Диагностику и лечение проводит кандидат медицинских наук Безменов Иван Михайлович. Проезд Нижний 8-1-96-84-08. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова